Всем здравствуйте! Сегодня небольшой обзор термопринтера для печати стикеров от компании Fonema, моделька P12. Приехал ко мне принтер в такой вот небольшой картонной коробке. Давайте распакуем и посмотрим, что у нас внутри. Собственно, сам принтер и небольшая инструкция по эксплуатации. Инструкция выполнена на немецком, итальянском, французском, английском и, возможно, еще каком-то языке. Что-то, наверное, я пролистал. Но, как обычно, самое главное в этой инструкции это QR-код для установки приложения. Приложение есть под Google Play и App Storage. Соответственно, этот принтер совместим как с техникой Apple, так и с Android. Работает он по стандартному протоколу Bluetooth, то есть принтер у нас беспроводной. Корпус принтера полностью выполнен из пластика. И, по утверждению производителя, у меня сейчас в руках зеленый принтер. На мой взгляд, это скорее бирюзовый или салатный, но для Китая это зеленый. Помимо такой расцветки, принтер еще выпускается в черном, белом и светло-розовом цвете. Принтер очень небольшого размера, корпус примерно 8,3 мм и толщина корпуса чуть больше 6 см. Где-то 6,2-6,3 мм. Сам принтер очень легкий, но это только потому, что у него внутри нет встроенного аккумулятора. Принтер работает от стандартных батареек формата 3А. Вот здесь вот за крышкой прячется отсет для 6 батареек. И, на мой взгляд, это одновременно и плюс, и минус этого принтера. С одной стороны, довольно-таки популярные и дешевые батарейки, которые можно купить в любом магазине. И если они у вас внезапно сели, то их всегда можно пойти купить новые и поменять. С другой стороны, если они у вас внезапно сели, то вы не можете взять этот принтер, просто подключить к повербанку и продолжить печатать. Вам нужно идти и покупать довольно-таки популярные и дешевые батарейки. Конечно, их можно заменить на стандартные аккумуляторы, но цена аккумуляторов, цена 6 аккумуляторов для этого принтера плюс зарядное устройство, если у вас его нету, это будет сопоставимо с покупкой еще одного такого принтера. Поэтому я не знаю, имеет это смысл или нет, это решать уже будущим пользователям. На мой взгляд, пока и на батарейках неплохо. За второй крышкой прячется отсек с нашими будущими стикерами. Стикеры у нас поставляются в таком вот небольшом картридже. Ширина стикера 12 мм и длина ленты внутри картриджа 4 м. В комплекте с принтером мне шел вот такой вот картридж с бумажной лентой. Это обычная белая бумага, самотлеющаяся, естественно. Но в продаже помимо бумажных есть еще картриджи с пластиковыми лентами, что на мой взгляд предпочтительнее. Если вы используете принтер, например, для печати каких-то технических бирок, маркировки кабелей, или вы хотите промаркировать посуду, которая будет часто подвергаться мытью, вы ее часто будете протирать там влажной тряпкой или еще чем-то, то здесь пластиковая этикетка будет гораздо лучше, чем бумага. Хотя китайцы говорят, что эта бумага не боится воды, но пластмасса лучше. На выбор пластиковая лента доступна синего, зеленого, помним, как это выглядит для китайцев, также розового, желтого цвета и есть прозрачные стикеры, на которых просто печатается черный текст, а сам стикер остается прозрачным. Кстати, в отличие от других принтеров, которые используют для печати термобумагу наподобие той, что идет в кассовых аппаратах, у этого картриджа вот здесь вот внутри есть еще вот такая вот черная пленочка, она вот идет на специальной катушке. Насколько я понимаю, при печати эта пленка как бы приплавляется к вашему будущему стикеру и потом, когда вы отрываете то, что осталось, часть этой пленки вместе с вот этой вот черной краской остается на стикере и, собственно, она формирует изображение. Таким образом получается долговечное изображение, которое должно, по идее, не очень хорошо стираться, не должно бояться воды, не должно размокать и не должно пропадать со временем, как это происходит с обычной термобумагой из кассовых аппаратов. Также здесь, хоть и принтер довольно-таки дешевый, пластиковый, есть небольшие механизмы защиты. Под картриджем есть вот такая вот кнопка, которая проверяет установленный у нас картридж, как я понимаю, не позволяет принтеру включить мотор, пока картридж не установлен. Есть вот такая вот кнопочка нажимная, она выпускает ролик, который прижимает ленту и есть еще одна кнопка, которая блокирует вот этот вот механизм подачи ножа. Если ее нажать, то можно вот здесь вот выпустить нож, который, собственно, обрезает наш будущий стикер. Небольшая защита, так сказать, от дурака, чтобы пользователь не мог чем-то повредить ни себе, ни аппарату. Устанавливаем картридж назад в аппарат и давайте попробуем посмотреть, как он, собственно, печатает. Помимо вот такого вот ползунка для управления ножом, у принтера есть еще одна единственная кнопка, которая отвечает за его включение-выключение. Нажимаете кнопку, загорается зеленый индикатор и, собственно, принтер готов, чтобы к нему подключились и можно будет начать печатать. Что мы, собственно, сейчас и сделаем. Итак, установил я приложение на планшет и можно попробовать что-либо напечатать на нашем принтере. Нам предлагают зарегистрироваться, пока что я этого делать не буду и теперь идет поезд принтера. Bluetooth у меня включен, так что мы говорим, что готовы подключиться. Даем разрешение на местонахождение определения и ждем, пока планшет найдет наш принтер. Вот, собственно, он нашел принтер. Нажимаем начать использовать. Принтер подключился и вот так вот выглядит наше приложение для работы с принтером. Тут идет небольшая инструкция, как пользоваться и что за что отвечает. Пропустаем ее и приступаем к созданию нашей первой этикетки. По умолчанию есть вот такое вот пустое поле, где есть наша будущая этикетка. Начинать можем либо с рамки, либо с текста, либо с установки наклеек. Это разные пиктограммки. Давайте попробуем выбрать рамку. На выбор нам доступно 4 категории. Перевод оставляет желать лучшего. Ну ладно, что есть, то есть. Например, вот такая вот рамка, чем-то напоминающая контакты на плате. Далее нам предлагают ввести либо текст, либо установить какую-либо пиктограммку. Давайте нажимаем пиктограммки. На выбор нам доступны одежда, выражение, выпечка, кухонная еда, фигура и еще много чего. Мне самое близкое из всего этого электроприборы. Поэтому давайте выбираем раздел электроприборы. И вот есть значок, который напоминает YouTube. Подтвердить. Теперь текст. Давайте введем какой-нибудь текст. Теперь выбираем шрифт. Для начала я хочу, чтобы это был курсив. И здесь вот есть несколько вариантов шрифтов. Например, вот такой вот похожий на рукописный текст. Подтверждаю. И еще один какой-нибудь стикер. Какую-нибудь еще пиктограммку. Ну, например, гаечный ключ с отверткой. Подтвердить. Получилась вот такая вот этикетка. Длина этикетки 93 мм. Ширина 12. Ну, ширина у нас зависит от ширины бумаги. Каждый вот этот объект на этикетке, это как бы независимая фигура. Если по ней кликнуть пальцем, то она выделяется вот в такой вот красный прямоугольник. И можно ею управлять. Можно перемещать вправо-влево. Вот я переместил пиктограммку сюда. Можно вернуть назад. И двойным кликом иногда, если получится, можно войти опять в режим редактирования. И, собственно, исправить текст. Либо заменить пиктограммку. Либо можно корзиной просто удалить эту пиктограмму, если она вам не нравится. Ну, не пиктограмму, а какой-то один объект. Сохраняем нашу этикетку. Выходим из редактирования. И вот здесь вот у нас будет список тех этикеток, которые мы когда-либо делали и которые мы можем печатать. Собственно, теперь можно приступать непосредственно к печати этикетки. Но для этого, для начала нужно подготовить кассету. Я забыл это сделать. Давайте откроем. Кстати, как только я открыл крышку, загорелась красная лампочка. И на планшете появилась надпись «Крышка отсета для бумаги открыты. Во время сохранения, перед использованием, закройте крышку отсета для бумаги». То есть связь с принтером у нас уже установлена. А забыл я сделать следующее. Забыл я открепить кончик ленты на нашей кассете и вывести ее наружу. Соединяем вот эту вот наклейку. Чуть-чуть тянем на себя бумагу. И выводим это все за пределы корпуса принтера. Вот как-то так. Теперь устанавливаем назад крышку. Можно подрезать нашу бумагу, но лучше это сейчас не делать. Там вот эта вот черная лента немного повреждена. Так что первую этикетку распечатаем так, а потом уже она сама подрежется. Ну и собственно можно приступать к печати. Выбираем нашу наклейку и нажимаем «Распечатать». Количество. Одна штука. Печать. Печать завершена. Довольно-таки быстро он печатает. Отрезаем получившуюся этикетку. И достаем ее из принтера. И теперь, как вы видите, вот эта вот черная лента, она полностью приклеена к нашей распечатанной этикетке. Отсоединяем эту черную ленту. И получаем что-то вот такое. Вот как-то не очень получилась эта наклейка. Возможно, это потому, что вот эта вот первая лента была плохая, помятая. Давайте сейчас попробуем еще одну распечатку. Распечатаем эту же наклейку, но уже вот так вот. Итак, распечатать. Здесь уже вроде бы лента проклеена лучше, более плотно. Давайте ее попробуем отделить. И опять как-то это все получилось не очень качественно. Решил я почитать инструкцию. И на наклейке на принтере увидел, что напряжение питания нам заявляют 9 вольт, а вот потребляемый тот 2 ампера. 2 ампера для батарейки формата 3А это тот хорошей новой батарейки. В принципе, новая батарейка может выдать и 3, и даже больше. Но 2 ампера это действительно должен быть хороший новый элемент, который немножко уже не поюзан. А у меня часть батареек была уже когда-то бывшими в эксплуатации. Поэтому сходил я в магазин, купил новые батарейки. И теперь давайте попробуем, как принтер будет работать с новыми батарейками. Возможно, все дело в слишком слабом токе. Потому что, в принципе, принтер то печатает, судя по этим распечаткам. Но вот эта вот прерывистая линия очень похожа на то, что ему просто не хватает мощности для того, чтобы качественно прогреть вот эту вот пленку красящую. Итак, давайте попробуем теперь распечатать ту же самую наклейку. Каждый раз при отключении и подключении у нас начинается опять поезд и соединение с принтером. Итак, принтер он нашел. Подключаемся. Выбираем опять наклейку. Говорим печать. И распечатать. Итак, распечатка прошла. И снимаем теперь пленку. Ну вот, совсем другое дело. Вот это уже похоже на хорошо работающий принтер для печати наклеек. Отделяем защитную пленку. И можно приклеить этот стикер, например, на мультиметр. Правда, он для него получился длинноватым. Ну да ничего, немножко подрежем. Вот такая вот бирочка получилась. И как вы видите, покрытие печать довольно-таки стойкое. В этом случае ногтем его просто так сцарапать не получится. Попробуем лезвием. Ну вот лезвием, если ковырять, то, конечно, можно немножко содрать эту красную краску, красную пленочку. Но это нужно приложить довольно-таки серьезное усилие. Так что, в принципе, наклейки мне нравятся. Единственное, что нужно заботиться о том, чтобы у вас всегда были хорошие новые батарейки внутри. Иначе, может быть, с печатью вот такая вот проблема. На этом у меня все. Всем спасибо за то, что смотрели это видео. Пишите ваши комментарии. И не забывайте подписываться на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!